приветствую вас уважаемые зрители с вами я ведьмак а сегодня я начну серию видео посвященных игре под названием dangers and dragons never winter это мимо rpg находящиеся в стадии открытого бета-теста 12 декабря открылся бета-тест русской версии игры вот и мы посмотрим немножко что она из себя представляет как бы планов погружаться в эту игру полностью там прокачиваться до максимального уровня проходить и квесты и подземелья и тому подобное у меня нет вот хочется просто посмотреть что она из себя представляет ради разнообразия отличься вова которого играя большей части ради рейдов периодически несколько раз недельку хочется чего-нибудь еще посмотреть чем и можно что выходит на рынке а на рынке к сожалению не выходит практически ничего ну что же давайте создадим нового персонажа так ролик игры я пропущу чтобы меня youtube опять же не забанил если кому-то интересно то можете посмотреть его уже давным-давно слили в качестве трейлера еще до начала закрытого бета-тест насколько я знаю вот здесь мы создадим персонажа я не играл не в 11 интернайт не 1 не 2 поэтому про них ничего толком не знаю ничего не знаю про эту вселенную для меня это будет несколько нового все вся эта вселенная фига себе это полуэльф брутальная хари это не брутальная глаза так сначала прогружаются забавно в модельку вот в принципе выглядит модельки персонажей вполне достойно хотя есть мамультяшно так давайте такую хари выберем страшную кифлинг понятия не имею что это за черти красные ничего про это говорить не буду ничего рассказать не буду поэтому убирать я буду до за волшебника потому что я предпочитаю range классы принципе можно было взять конечно hunter скоро в игре пока что это персонаж нет вообще в принципе спокойно парень дорога такой классический хиллер воин с огромным большим и толстым мечом и такой полудин я сравниваю с классами из варкрафта вполне возможно что другое давайте мы берем волшебника так и здесь довольно интересных скажем так генерация персонажа то есть можно нажимать кнопочку и распределить и у вас основные параметры будут каждый раз случайно набираться ну наверно для мага важен интеллект это полагая и мудрость второстепенная первичная это второстепенно это вообще нам не нужно я понимаю выносливости сразу что интеллекту возьмем прибавку пусть меня будет 20 лет я крутой продолжаем тыквы генератор то бишь генератор персонажей в игре достаточно продвинутый изначально играется пресет из представленных рожиц да потом можно его настроить я немножко поковырялся уже то есть настроить можно достаточно все интересно можно выбрать из пресетов вот можно настраивать форма тела форму точнее настройка тела и понеслась вплоть до короче до отдельных параметров размер хвоста и так далее вот я особо заниматься этим не буду пусть будет персонаж стандартный тяжелый давайте сделаем строй не перед речь получилась так брутальнее выглядит такой шкаф 2 на 2 вот шрам сделаем на правом глазу знаю каким быть мрачной татуировки великий червь интересно готика упорота это хрен с ним рога в общем понимаете да настроек здесь довольно много все это счастье можно довольно таки долго и под себя настраивать чтобы у вас был персонаж отражение вашего внутреннего я тут все есть но заключение правда лицо где-то лицо тоже можно было а вот настройки лица можно лицо опять же настроить очень гибко при помощи слайдеров размер головы и так далее то есть довольно продвинутый генератор персонажа что весьма хорошо сказал хотя в номер пг по большей части ты смотришь на спине персонажа не знаю насколько это важно вот так же здесь выбирается соответственно бэксторий какой-то по какая-то предыстория персонажа где он родился и кем он был соответственно из трех вариантов выбирается варианты зависит от того что именно вы выбираете в качестве своей родины врата балдура окей балдур с гейт так где-то тут был терил середол вот это мне нравится исследователи нортертарка какие-то подземные пещеры хочу в них жить так и в качестве божества не знаю что там связано с божеством то есть я очень мало знаю информации об игре но как-то это связано с прокачка персонажа с получением каких-то способностей пусть у нас будет си луна продолжаем вот такой у нас персонаж получился имя можно сгенерировать случайным образом продано аналоги генерируются обратите внимание на английском языке состоит на стать из двух слов мелях инку горна капец даже не влазит косяк на мой взгляд игрового интерфейса на себе имена блин замучаешься читать интересно по-русски можно ну-ка ой пугает это первый раз когда я именно захожу уже в игру до этого я просто генерировал персонажа но не играл им так что для меня это будет первое впечатление похоже я очнулся на берегу после кораблекрушения ты в порядке я в порядке спасибо что говоришь на русскими хорошо я буду это делать да это мужик в пижаме просто брутальный чтобы поговорить слава богам когда я увидел как драколич напал на корабль я больше что выживших не петрович драколич привело тебя в never winter в это неспокойное время я еще приключение богатству пообещать тебе и странствия и приключения а богатство это зависит от тебя как видишь never winter атакуют некромант валиндра бросила на город свои легионы нежити для начинающего странника это создает множество возможности разбогатеть обычные обломки корабля на берегу я пой найди свои дорожка задачи ведет себя к текущей цели да есть включить или отключить цели твои задачи на карте мужем и как это брутально зазвучит визуально сколько помню я настроил игру по максимуму то есть все настройки на максимум выдают на 60 fps но в принципе выглядит она довольно типично для текущего поколения ммор пг а чё у меня дорожка то нифига не показывал по идее должна такая светящая для взаимодействия с персонажами и объектами да я понимаю поношенная мантия спасибо шаримся по ящикам треснутая просто ловишу а и чтобы открыть имущество дважды щелкни по предмету чтобы добавить награды стране требуется уровень 5 5 что а это моя сфера задача показывает цели текущий раз покойни мужик таким брутальным голосом горишь я нажимаю клавишу alt ничего не происходит это нормально интересно русский сейчас язык на русский стоит светящаяся дорожка не работает точнее она включается вроде как но она не отображается и alt мне ничего не делает ладно ой фига у меня блинки есть вау а насколько понимаю у всех персонажей в игре есть такой вот активный ворот просто у магов он чуть более эпичненько выглядит ну там внизу есть полоска видимо касающиеся нашей выносливости что ли которая влияет на количество возможных воротах карта карта у нас вот такая это понимаю навер винтер лагерный костер это зона отдыха где герой может вылечиться если не ведет бой окей это костер я вылечился здорово вот так встреча я рад что хоть кто-то выжил после нападения на установили основные силы валиндры на битва еще далека от завершения поле боя кишит безмозглыми мертвяками которые потеряли в схватке своих хозяев а что еще хуже враги воскрешают наших собственных мертвецов и обращает тебя понял нас как обычный не послушница на эман провозим норпога ты будешь стоять на месте напокоиться я буду выполнять всю работу но нежить наверняка попытается помешать нам это сделать здесь и буду охранять нейман пока она не закончит ритуал тебя я прошу обыскать поле битвы и отправить левую кнопку мыши чтобы выпустить волшебную стрелу в одного врага они враги и врагов чтобы делать их целью волшебные умения добавляют единицы владения волшебством каждая единица повышает твой волшебный урон для образовался замок а лучи на так с места я не могу двигаться пока атаку интересно это могу телепортироваться а лучи гниль или ты вылазишь клерик мак слепой что ли количество атак как видите количество точнее активных умений у нас ограничено гниль вне досягаемости я рад а лучи гниль я что их не собираю это бывает мужик все мы иногда бываем ранены окей а ты видимо скончался окончательно бедняжка закончил ой а созданы игроками контента нервинтер отличается от других ммр пк наличием пользовательского контента который собственно был еще и в предыдущих играх серии neverwinter в основном игроки создавали свои собственные сервера так называемые шады на них игру допиливали до играбельного состояния своими руками создавали там приключения квесты неписи предметы все такое подобное вот здесь также есть возможность проходить миссии я конечно все понимаю также отображаются важные задачи когда блин подсказки говорят одновременно нет раздражая вы заработали новый уровень получили новое свободное умение луч холода как не его взять а а это по правой кнопки да поражает врага мощного чем холода он заморая замораживает рога заклинатель булин заповедитель пламени прикольный спарма просто маг я себе здесь прокачки что-то от меня хочешь у меня есть не самая приятная задача мы смогли остановить основные брали за ее союзники красные волшебники все еще насылают на нас нежить я довольте дон и его лучники сдерживают их но они закончают держать правую кнопку мыши чтобы направить луч холода замедляющий а затем замораживание основанное на холоде добавляют цели единиц и заморозка каждая единица снижает скорость передвижения цели по-моему это лучше чем заморозка я конечно понимаю что макос здорово макос отвечу когда валиндра напала на навер винтер с ней был драколик не знаю откуда у валиндра взялся драколич ты же змея говорилось с культом дракона стопишь главное что сейчас у нее дракона больше нет когда дракона стани дашь не ну и ладно не так и нафиг чуть отслушать они нормально у меня моды я так понимаю никакой нет то есть я просто использую все это драколич читал смотрю прилег отдохнуть чем я черт побери занимаюсь кусь лет дымящийся проборол анимации нет заморозки моим о что валяется бабло так выбирается прямо набегаешь на него это конечно может быть удобно может так все что я собирал быстро как-то а мне туда надо положить бочку окей поломаем пока по ходу событий скелетов так куда мне нести стрелки чё ты прешься сюда до конца не замораживался получи здравствуйте я вам дал стрел нужно прогнать волшебников да что ты спасибо за помощь если они займут мост то смогут попасть в самое сердце солдат не ждать тебя правил мне нужно разобраться с красными волшебниками так что нам дали ласта с новой бумаги его защитником перебей солдат не жить у ворот на севере чтобы их не опасно было открывать вот это у нас умение на куда он ведет тебя в город и покажет дорогу к мосту будь осторожнее эти мертвеце отличаются особенной свиряпости прироссове не даст тебе сил темпус займись кто такой темпус видимо бух времени ледоваться что пошли воевать парень я тебе ударом и заключить его в глыбу это я могу как я запросто я увернулся а ты нет так что такое зеленое творится ужас а лучи нормально говорят а тут особо свирепые ребята может пока незаметно нет так сюда я смотрю на меня наезжает но ходить я не могу пока они меня были да ничуть не заканчивается лил есть чем поживиться предполагая что нет пока что еще направление боем выглядит скажем так по динамичнее чем стандартных моему с point and click системой давай привет дорогой глядишь куда лучше чем когда тебя набега ты что говорил же что полезно будет погреться у костра мама мне все время твердит теплая одежда и сердце греет прикольно кстати что мне удалось не продолжать говорить и лет теперь можно пройти через ворота он создал очень когда ли двоём говорят у тебя целительные взяли отсыпать отсыпать пригодятся на мосту отсыпь мне пожалуйста прикольно что когда писем писи начинают говорить он продолжает говорить даже если вы от него отошли закрыть окно диалога они в беде нужно им помочь кому им-то в беде уверен что они в беде может у них все хорошо дважды нажми любую клавишу направления чтобы при помощи телепорта уйти от вражеских я через shift могу это делать так то между делом зомбары вы я вижу получи нельзя использовать телепорт когда тебе не хватает бодрости я бодр и весел пацаны давай открывай у тебя есть видок распознавания так еще мы с ним сделал правой кнопкой мыши по нераспознанному предмету и выбери опознать чтобы использовать свиток и узнать как брутальный голос ужас просто щелкни по нераспознанному предмету чтобы распознать его пацаны не надо не надо ко мне подходить пожалуйста это вредно для вашего здоровья хотя все равно не нравится гниль на тебе замороженная гниль это море такое полегче Умри! Нет! Нормально. Продолжаем развлекаться. Ну, классный у нас, в общем, такой достаточно мобильный, я так понимаю. С упором на то, чтобы не подпускать к себе противников. А мочить издалека. Ну, что, в общем, неудивительно. Учитывая, что я выбрал мага. Ну, это ачивка между делом. Она проводит мою душу. Если я ей, конечно, позволю это сделать. Сидеть в дуэбе. Ну, как тебе, моя душа нравится? Зелье. Так, что у нас нового? Нажми клавишу 1. Сфера принуждения и новая ледяная буря. И вывести их из строя. Понял. А это что? Я тебя понял, что за сфера принуждения? Не использовать ежедневное умение можно при заполненной шкале очков действия. Как она заполняется? Ни хрен на себе! Блин, ну я слил, конечно, в пустую. Я не знаю, что он рядом со мной идёт. Ну, то есть шкала заполняется либо со временем, либо при убийстве врагов, да? Скорее всего, при, собственно, нанесении урона. Так, подожди, а что у меня? Парень, отвали. Получники там улыбят, но нам к ним подходить-то, в общем-то, и не нужно. На, душай. Ледышечку. Так, что у нас тут вылезло? Палиндра! Ты чё орёшь так, дурак, что ли? Она тебе. Во-во-во. Сейчас я чувствую, мы будем биться с этим парень. Парень. И он нас явно не любит. Гниль в недосягаемость. Открыть в досягаемость. Не? Отвали от меня. Отвали, что такое? Денежки. Так, полагаю, мы ещё с вами находимся в каком-то сценарии на одного игрока. Поэтому других игроков здесь нет. В принципе. Фак ю. Получи, распишись. На, вот тебе. Заморозься, скотина. Вот так. Вот и сиди здесь. Я смотрю, с первого раза ты не... Э! Понял. Сывейдился парень. Это было нечестно, между прочим. Подожди. Подожди. До свидания. Ну, в общем, такой туториал сценарий. Довольно простенький. Так, нераспознанный предмет. Так, распознать другие предметы. Я его распознал. Diablo Style. Какие-то тапки мы надели. Что-то тапки-то хоть. Плюс два обороны. Ну, и не думаю, что это для нашего персонажа. Чиные ботинки. А, ну мы их, собственно, сняли, да? Вот, как-то так вот закончился сценарий, я так понимаю. Это что-то, конец, вот живой, что? Уилфред. Виноват. Стоило мне быть осторожнее. Держись ты, давай. Райан. Ее надо остановить. Лорд Неверембер не святой, конечно. Неверембер. Он всяко лучше ее. Если он про... Прости, Уилфред. А, ты все умер, что ли? Окей. Ну, поскольку персонаж какой-то вообще никакой, плоский, как я не знаю, блин, кусок бумаги, то особой жалости по поводу его смерти я чуть не испытал. Вот, это, я так понимаю, был сценарий, то есть в Невер Винтере постоянно будут какие-то сценарии, миссии, которые проходятся либо на одного игрока, либо на нескольких игроков. Вот они, помимо основного действия, которое происходит уже именно в самой игре, вот другие игроки проявились. Все, в общем, довольно стандартно. Что нам альт дает? Не знаю. А, мышка появляется. Понятно. Понятно. Вот это, я так понимаю, Невер Винтер. Наверное, Ксимисонс. Ксимисонс. Здоровая. Столица-то. Агент по наградам. Патис Клеп кому-то уже нужно. Видимо, это... Какой-то то ли данж, то ли миссия на высоких человек. Давайте, кстати, посмотрим, где тут у нас миссии, события, ужасы, Блэк Лейка, уровня восьмого. Видимо, я еще до этого не дорос, шестнадцатого. Зарабатывайте опыт. Надо ходить артефакты. Мастерская. Это, собственно, как раз таки пользовательский контент. То есть, миссии, созданные пользователем. И они, насколько я понимаю, довольно интересны. События, это... Насколько я понимаю, какие-то ворлд-эвенты, если вы выполняете определенные критерии, то вам что-то дают. Хорошая профессия. Вот, например, заберите добычу из точки проекта таланта, пока события не разрешилось. Ну да. Вот. Ринокзен. Календарь. Новое важное событие в мастерской. Обновление в мастерской. Хорошо. Очередь. Куда мы можем встать? Каталог. Это, собственно, каталог вот этих вот сценариев. Сортирован по-лучшему. Рекомендуемые. Подписка. Ну, не знаю. На подписку, это, видимо, если вы подписываешь на кого-то игрока, то сможете получать уведомления о том, какие новые события он придумал. Забытый склеп. Допустим, забытый склеп. Один из купцов, проживающий в Энервинтере, ищет это важное, кстати, приключение. В его доме образовалась дыра, и капец, серьезно опасается о своей жизни. От автора не зависит от этого награда, все решается простым рандомом. Так, детали. А я могу узнать, на какого уровня-то? Давайте встанем, что ли. Или я не могу? Не могу. Нужно пройти обучение до конца. Окей. А что мне осталось-то для обучения? Поговорите с сержантом Ноксом. Сержант, ты где там? Ты, блин, еще дальше не мог забраться? Вот упы. А никак к ним сразу телепортироваться, нет? Видимо, нет. Пойдем пешкодралом. Больше ничего не остается. Судук. Аукционеры. Аукцион. Это хорошо. Ну, вот эта беготня, конечно, еще отыграется на нас. Не люблю я эту мы-можно беготню. В начале игры. Музыка такая пафосная. Вроде бы ничего не происходит. Набираю вги Биошок с 15-го до 20-го левела. Человек на коняге. Я так смотрю, склеп явно для хай-левелов, не для меня. Насколько я знаю, в игре 60 уровней. Вот, и в принципе, несмотря на то, что она является фитоплейной. Хер же себе. Платить здесь, в общем-то, не обязательно. Больших требований и много донатов здесь есть. Продекторату нужна твоя помощь. Уилфред мертв. Проклятие. Он был слишком молод. Бывает. Это чувак случается иногда. А где забирать туда зашли? Это моё! Спасибо. Сферка. Она, ты понимаешь, лучше, чем моя. Могущество плюс 26. Я рад. Вот, вернее, есть могущество. Сегодня мы потеряли много храбрых. Из грязи в князи. Вижу после того, как стиль урабляет. Уничтожил драколич, у тебя почти ничего не осталось. Я понял, получить одежку. Много предложить не могу, но кое-какие цивильные тряпки у нас. Цивильные тряпки. О, когда-то захочется снять боевую одежду и расслабиться. Да неее. Поговорись с сержантом по снабжению Куином. Иди вон по тому туннелю, на запад. Там его и найдешь. Он тебя приоденит. Давай мне одежу. Вероятно, на мосту было нечто. Тебе удалось... Крестьянское одеяние? Че-то как-то, блин, я не в духе надевать крестьянскую одежду. И че? А, нажмите кнопку стиля. Где-то, где кнопка стиль. Так. Кстати, здесь можно заполнить собственную биографию. Если вам интересен именно ролевой этап лишь игры. Можете написать свою предысторию. там, родился, вырос, стал негодяем. И так далее. Когда титул. То, что в ролевых серверах Вов в своё время называлось Квента. Называемая предыстория персонажа. Здесь уже прямо в самой игре. Так, ну и что? Я что-то не пойму, где кнопка-то. Стиль. Я её потерял. Ладно. Не уж большого смысла переодеваться. Это, так понимаю, больше для халевилов. Интересно. Вернитесь к сержанту Ноксу. Я понял. Может быть, попозже я найду эту кнопку. О, я могу интерфейс убрать. Но кастовать при этом я к прежнему. Могу. Это радует. Чего-то узнает, где эта кнопка. Можно изменить внешний вид. То, что я так понимаю, называется... Прошу прощения, Вове трансмогрификацией. То бишь изменение внешнего вида от доспехов. Без изменения их сути. Ладно. Найдём по ходу игры. Не по глазам. Мне сейчас эта кнопка. Фиг бы с ней. Сделано, босс. Отлично. Хищение короны. Мне доложили, что в хранилище под залом правосудия стало неспокойно. После недавок событий стражей везде не хватает. Но в тебе есть стержень. Поэтому я прошу тебя самостоятельно заняться этим. Я передал стразнику ворот, что ты придёшь. Он тебя впустит. Это что такое? Ой, 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 ой. Что я сделал? Зачем я в зал правосудия попал? А, это просто... Ничего не понял. Камень наблюдения. Здесь можно посмотреть на... Город с различных ракурсов. Окей. Гай Аврудий. Аврули. Небя со сферами. То, ты говоришь на английском. Всё с тобой ясно. Три сферы. Окей. Это вот эти сферы, что ли? Ага. Похоже на том. И где-то можно их найти. И, соответственно, за это получить... Наградки. Там. Они же даже на карте обозначены. Это скучно. Как-то поинтереснее было бы, ежели... Нужно было самому их найти. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему ты светишься фиолетовым? С тобой всё нормально. Протекторат. Ну, такой город, я бы сказал. Симпатичный. Довольно. Предатель Джиксет. А, его в заключении держит. С тобой всё понятно. Предатель. Ты умрёшь. Бум он такой стоит. Это что? Ой. Ну, ладно. Куда-то меня занесло. А, это тот самый инст... Который нам нужно пройти, я так понимаю, да? Сопрощенность, сохранить ссори Невервинтера и безопасность чего-то там. Ладно. Дальше пойдём с вами в следующей серии. Вот. Я думаю, мы сделаем недельку прохождения Невервинтера. Если это можно так назвать. Ну, то есть, недельку серий, штучек шесть всего. Вот. И на этом закончим. Не буду я прокачиваться по максимуму. Пока что игра такая довольно забавная. Отвлечься от чего-то серьёзного можно вполне. Побегать как в одиночную игру. Да, не заморачиваясь над темой того, что это многопользовательская игра. Попроходить сюжетную линию. Покачаться, поодеваться, походить парочку подземелья, если получится. Вот. Ну, на этом пока всё. С вами был я, Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Поехали ещё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok